От 5 лет, не около, а от, потому что есть разные объекты. Ну вот я тебя разделю сейчас, 120 тысяч разделим, допустим, на 2 тысячи, если там прибыль, допустим, чистая. Ну окей, даже чуть-чуть меньше, чем 2, давай разделим на 1800, допустим, сейчас. 120 тысяч делим на 1800, 66 месяцев и делим на 12, 5 с половиной. Ну понятно, понятно, то есть тоже ясно. Ну опять же, это если посуточно сдавать, то можно больше, быстрее купиться, если сам будешь заниматься. Например, человек же, есть такие люди, которые покупают и переезжают, и все, и занимаются этим бизнесом. У нас, кстати, есть тренинги, мы делаем тренинги, если кто-то не хочет, допустим, чтобы мы им управляли их объектом движимости. Ну не дешевый этот тренинг, он стоит 2,5 тысячи долларов, но мы даем полностью, рассказываем, как будет начать этот бизнес. Там много нюансов есть. Как взять квартиру, как сдавать ее, на каких площадках сдавать, как оформлять отношения с Экспедиа, с Букингом, с РНБ и так далее, с клиентами, как выстраивать отношения, отзывы, фотографии. Тут существует такая целая, скажем, цепочка посредников, правильно, которые, так или иначе, вот я видел тоже статью, читал насчет Майами, там вот это вот рождение детей, сдача в аренду и остальных моментов. Там перечислены также сайты, на которых это все дело выступает. Да, есть, это целый бизнес, есть люди, которые владеют, я вам скажу, что есть человек в Майами, я лично его знаю, он русскоговорящий, я не знаю откуда, он давно очень уехал, у него 120 квартир в управлении сейчас, 120. И это вообще не проблема управлять из-за рубежа, вот человек, например, живет в Украине и все четко, все как и сыр. Да, можно какого-то человека нанять здесь, который будет следить за твоей квартирой, если ты не хочешь сам управлять, значит ты должен нанять либо нас, либо этого человека, у которого 120 квартир, либо еще кого-то. Вот, мы управляющая компания, мы сейчас управляем уже 10 квартирами, мы еще вот одну взяли вчера. Фарфор сейчас, да, то есть мы 10 квартирами управляем, это квартиры не наши, это квартиры чужие, мы управляем чужими объектами, вот, и мы занимаемся этим бизнесом уже год. Так, ну, в общем, информации, в общем, достаточно. У меня как бы два бизнеса, чтобы ты понял, у меня бизнес один иммиграционный, это, конечно, основной, и второй бизнес, это вот недвижимость. Ну, я понял, понял, я читал. Хорошо, в принципе, содержательно поговорили, давайте обсудим вопрос, как бы это все. Я еду на выходные, помню, сегодня вечером, в командировку, и я вернусь в Киев в понедельник, скорее всего, в понедельник. А ты в Киеве находишься сам? Да, да, да. А, ты в Киеве, я думал, ты во Львове находишься, сори. В Киеве, в Киеве живу, да, я в Киеве живу постоянно, но вот работа такая, что я должен ездить в командировку, потому что, ну, вот, все очень активно сейчас. Понятно. Собственно, я попытаюсь, я вот не могу обещать сейчас серьезно, потому что не знаю объемом занятости, но я попытаюсь в понедельник на 16.00, состояние на 16.00, оформить какое-то общее резюме по статье и отправить до того времени, чтобы вы прочитали, увидели, и, возможно, будут какие-то фразы, рекомендации, там, дополнения. Хорошо. Если будет фидбэк, и нужно будет что-то радикально переписывать, менять. Да, я не думаю, я не думаю, что я что-то буду менять, там, гляну, ну, так, окей. Да, 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 тогда вот, если так вот все пойдет, тогда я думаю, что в понедельник на 16.00, чтобы было такое вот пилотное подтверждение вот этого материала, и вот я думаю, что я Ане отдам уже понедельник, и она будет размещать на неделе. Хорошо. Хорошо. И таким вот образом. Ну все, ладно, тогда давай, прощаемся. Делай отчет. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok